Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я сейчас запускать не стал, потому что, друзья, я буквально включился на 5 минут. Дальше передам слово Алексею. Я побежал сейчас в оргкомитет выставки Минтранс Транспорт России 2018-2017 года. Компанию Skyway пригласили уставляться. Естественно, что мы будем ставить ту машину, которую вы сейчас видели, трехсекционный Unicar. Это будет, я считаю, ключевой экспонат этой выставки. И сейчас просто оргкомитет, как все это будет делаться, как будет проводиться. И, соответственно, Антон Даша попросил меня поучаствовать в этом оргкомитете. Поэтому я вот прямо сейчас выбегаю в Минтранс. Значит, друзья, выставка будет проходить 5, 6, 7, 8 декабря. Поэтому у нас дальше у нас 9, 10 у нас конференция Skyway Capital. Большая в Москве. Поэтому всех, друзья, приглашаем и на эту конференцию. И очень важно за день можно приехать и 8 числа поучаствовать в выставке. Она будет в Манеже, в центре Москвы. И, соответственно, там будет ключевой экспонат. Его нельзя будет ни обойти, ни делать. И мы там всех секретов вам раскрывать не будем. Но будет очень оригинальная и очень важная работа. Там будет очень много визитов. И, соответственно, чиновников всевозможных уровней будет много презентаций. Поэтому будет очень важный для Skyway такой рабочий момент. Вот еще раз это говорю, что это будет 5, 6, 7, 8 декабря. 9, 10 будет конференция нашей Skyway Capital. Поэтому всех приглашаю сначала на транспорт России на как раз 8 число. Но единственное, что сейчас уточним, там будет посещение, как всегда, первых лиц. И Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, так сказать. И поэтому там какие-то дни могут быть закрыты. Или какое-то время может быть закрыто. Как в прошлом году, первые полдня, последний день выставки был закрыт от премьера. А потом было общее посещение. В этом году тоже, скорее всего, сейчас они все расскажут. Мы вам эту информацию доведем. Одно могу сказать, что одновременно с Владимиром Владимировичем и Дмитрием Анатольевичем, наверное, вы наши как партнеры Skyway попасть не сможете. Все остальное время будет открыто. Вот, естественно, что милости просим. Посмотрите, поучаствуйте. Все желающие будут у нас на стенде. Вот, соответственно, будем проводить активную такую работу. Я только что вернулся из Риги. Проводили трансляцию. Обязательно, друзья. То есть мы сами уже ввели эту практику. Будет и трансляция моя в Перископе, и Алексея в Инстаграме. Вот, и, соответственно, все это покажем. Ну и, соответственно, сейчас я уже тоже заметили, наверное, взял практику, то, что все фоторепортажи, они еще идут все в Фейсбуке. Вот там же я дублирую сейчас и все вебинары, и все основные репортажи, которые идут по Skyway. То есть такой как бы очень хороший канал, очень хороший ресурс. Вот, поэтому активная работа идет. Вот, если говорить про меня, то после Риги, выставки в Риге, которая у нас прошла, очень хорошо и очень замечательно. Вот, я после этого еще был в Словакии. С Франтишиком мы провели конференцию. Там рядом с Барско-Быстрицей есть очень интересный замок такой. Вот, и, соответственно, тоже очень активная работа идет. Вот, поэтому, друзья, сейчас я передаю слово Алексею. Алексей продолжит, друзья, вводить именно в мир цифровой экономики, в мир транснет-спейса абсолютно новые понятия, друзья. И мы все ближе и ближе подходим к тому, что мы этот концепт сейчас будем выставлять уже на публичное обсуждение именно крипто-сообщества. И здесь это мое личное мнение. Алексей может с ним не соглашаться. И вся команда, которая работает сейчас, хотя мы в едином таком порыве, в едином сегодня делаем, делаем, что мы делаем сегодня абсолютно уникальный инструмент, абсолютно отличающийся от того, что сегодня существует. Вот, и здесь я как раз могу сказать, что мы действительно именно с проектом Skyway и накладывая его на цифровые инструменты, готовим сегодня очень востребованный, очень интересный и очень привлекательный инструмент. Так, по вечеру сегодня, друзья, скорее всего, вечером вебинар, ну сейчас решим, потому что я точно не успеваю вернуться к вечернему вебинару. А с Алексеем решим, сейчас может он провести вечерний вебинар или нет. Это, друзья, следите за чатами, объявление будет. Ну все, друзья, на этом я вас покидаю. Я репортажи в Фейсбуке с этого совещания, я, конечно, там попробую сделать, вот из Минтранса, так что какая-то информация, которая, возможно, будет в министерствах, одно я там у них не было. Вот, соответственно, все, что можно, сделаем. А я вам тогда желаю хорошей работы, такой продуктивной работы и передаю слово Алексею. Алексей, тебе слово, я с вами прощаюсь. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Ну вот, время летит действительно неумолимо, и фактически вот недавно был у нас декабрь, декабрь 2016 года, то есть вы все помните выставку, выставку «Транспорт России-2017», и сейчас вот уже фактически следующая выставка приближается, на нее мы приглашены, и таким образом все выстраивается, друзья, что пройти мимо нашего стенда, в том числе и самым VIP-персонам, не удастся по определению. И это также готовится непосредственно и с организаторами выставки, и обсуждалось вообще участвовать, не участвовать в этой выставке. Ну, как видите, сегодня Сергей Анатольевич уже в таком боевом режиме, заседание экспертного совета и общение с чиновниками. То есть это говорит о том, что проект Skyway также в России интересен. И вот у нас остается фактически чуть больше месяца. Давайте действительно совершим такой вот марш-бросок, пишите Сергею Анатольевичу, пишите мне на почту, и давайте будем готовить визиты непосредственно высших чиновников, потому что это замечательная действительно возможность, что выставка проходит не где-то, в Индии, в Индонезии, куда, естественно, российские чиновники, скорее всего, не поедут, если они там не находятся поблизости. То здесь, как говорится, грех действительно не посетить. И поэтому давайте действительно такую мобилизацию проведем. И так как огромное количество людей у нас будет вообще в Москве, так как после этого через некоторое время пройдет у нас уже и сама конференция, то есть это вообще российская конференция, она будет 9-го, 10-го. Это большая конференция, на которой мы озвучим все крайние новости, на которой вас ждет очень много сюрпризов. И вот действительно второй день будет очень насыщенный, то есть тренингами наполнен, действительно очень полезными. И сейчас также мы прорабатываем, что в ближайшее время, скорее всего, для максимального формирования правильного имиджа проекта Skyway, непосредственно под подачей информации от Skyway Capital, от RSV Systems, то есть все новости от головной компании, чтобы правильно подавать в информационных полях, будет сформирован тренинг, то есть сейчас с лучшими из лучших на российском пространстве. Это все дело решаем, и это будет также упаковано в будущем для наших иностранцев, для того, чтобы они уже на своих языках обучались. То есть это непосредственно для того, чтобы еще больше охватить сейчас то, что мы уже максимально достаточно охватили. И, соответственно, для того, чтобы уже вот такой вот серьезный рывок совершить именно на российском пространстве, в преддверии выставки, и далее, чтобы быть на уровне имиджа, ну, я не побоюсь слова, таких вот гремящих и сетевых компаний и так далее. Мы не сетевая компания, то есть мы совершенно другое направление, но чтобы в Инстаграме, чтобы в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке нас воспринимали действительно очень правильно. То есть будет обучать человек, который действительно является профессионалом в этой сфере. Но это секрет. И сейчас вот мы согласуем выступление на второй день. То есть это действительно, я вам скажу, друзья, уровень. Ну и вообще сейчас у нас такой период начинается, чтобы мы не успели услышать новости о получении европейских непосредственно патентов и сертификаты E-U IPO на интеллектуальную собственность. То есть это интеллектуальная собственность Европейского Союза, Бюро интеллектуальной собственности, выдали эти сертификаты. Это один от сертификатов. Обязательно посмотрите в разделе новости. То есть это супер новость. У нас Сергей Анатольевич появился в команде, ну и непосредственно как бы у Skyway Capital, также Леонид Макс, у него логин ВКонтакте, помогает сейчас нам официально уже так вот по тезисам. То есть это человек, который доказал работы абсолютно безвозмездной. И человек, который сделался действительно заметным, мы вышли с ним на связь, сейчас абсолютно комфортно работаем. То есть все тезисы, все основные моменты этого вебинара и вообще всех вебинаров, такой информационный листок с ссылками, если это понадобится, они будут фактически после каждого вебинара в среду. И сразу, буквально на следующий день, в идеале, ну и сейчас вот мы будем обкатывать эту схему, я думаю, через день появится непосредственно уже перевод на все языки, потому что нет времени, как говорится, ждать, чтобы новости перевелись в полной мере. Ну такая краткая информация, она действительно должна уходить очень быстро в массы и лидеры будут распространять. То есть времени действительно у нас на распространение информации нет, потому что на следующую неделю это все может устареть. И вот я сказал про сертификаты непосредственно выданное Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза, то есть это 11 сертификатов. И буквально крайняя новость, друзья, это действительно такая вот очень мощная громкая новость. Вы все ознакомились, кто следит за нашей официальной группой, головной компанией, это японские сертификаты на зарегистрированные уже промышленные образцы. То есть для чего это делается? Для того, чтобы полностью юридически защитить вообще непосредственно наше изобретение, промышленные образцы и все товарные знаки. То есть это также 11 сертификатов на интеллектуальную собственность, на промышленные образцы. Я абсолютно не удивлюсь, что в ближайшее время будут получены подобные сертификаты во всех странах, которые вообще применимы именно в транспортном направлении, потому что это подготовка, это подготовка к такой серьезной уже экспансии на рынок в виде адресных проектов, в виде сети адресных проектов и в виде реализации действительно построения уже широкомасштабного сети Transnet. И, друзья, действительно вот сейчас мы живем с вами такое великолепное время осуществления технологии, развития проекта, привлечения инвестиций в проект, что действительно уже фактически вот на выставку транспорт проси, можно сказать, никто не просился. То есть это серьезно вам признаемся. И просто через определенные связи, коммуникации, это еще согласовывалось несколько дней назад в головной кампании и принято решение, потому что выделили действительно интересное достаточно место. И сейчас вот также с рядом представителей Сколково, также вот наших партнеров со Сколково, обязательно пригласим, чтобы уже возможность сделать презентацию не то, что даже по мобильности 4.0, о которой мы говорим и говорили очень насыщенно и долго в прошлом году. И на самом деле это был такой животрепещущий, я бы сказал, тренд в прошлом году. Но сегодня мало кто догадывается, и это не догадывается, в принципе, ни компания, ни Tesla Motors, ни другие. Именно вот компании, занимающиеся беспилотным транспортом и пытающиеся связать его через сенсоры, метки RFD, датчики, коммуникаторы и сформировать какое-то поле взаимодействия. Мы сейчас уже будем говорить, друзья, про пространство Transnet. И вот Андрей абсолютно правильно сбрасывает информацию. Я не буду перепроверять, но надеюсь, как бы эта информация действительно адекватная из тех ресурсов, из тех чатов, которые у нас сейчас заполняются. Не ошибаюсь, уже четвертый или пятый сайт заполняется по описанию, что такое пространство Transnet. И, друзья, вот как раз на выставке в Москве будет вот наш замечательный промышленный образец, трехсекционная гусеница, как мы ее называем, то есть это Unicar. И сейчас вот все согласования происходят, чтобы данный подвижной состав присутствовал. Ну, можно ли и вообще возможно ли пройти мимо такого действительно произведения искусства, инженерной мысли? Абсолютно невозможно, друзья. Поэтому давайте действительно подумаем, подготовимся. То есть я думаю, что Руслану Усмановичу, Гатару обязательно приглашение, либо Шипилову Александру Олеговичу вышлим. То есть все, с кем коммуницировали. Обязательно вице-мэр Самары, обязательно Морозова также пригласим. И уже будем не просто смотреть, как развивается проект. Как развивается проект, это показывает эта картинка. Смотреть, каким образом мы будем развивать направление адресных проектов на территории Российской Федерации. И очень на самом деле своевременно, что Владимир Владимирович стал говорить активно о цифровой экономике. И действительно сейчас уделяется огромное внимание, огромное значение этому направлению. Даже налоги пытаются и планируют вводить на майнинг. Ну, это, соответственно, тут у меня есть своя точка зрения. Я на вебинаре не буду озвучивать. Но направление и движение действительно в этом развитии ведется активно очень. И почему мобильность 5.0, друзья? Потому что мобильность 4.0 – это действительно соединение концепции мгновенного перемещения, соединение действительно умных девайсов внутри подвижного состава. Но это еще не объединение в сеть, друзья. И как раз-таки путевая структура на основе технологии Skyway, изобретенной Леонардо да Винчи нашего времени, Анатоли Эдуардовичем Юницким, является физическим воплощением и следующей сетью за интернет. А если говорить про интернет, то вообще существующие оптоволоконные кабели, они абсолютно небезопасны и не максимально отказоустойчивы в плане применения системы распределенного децентрализованного реестра, то есть технологии блокчейн. У нас же все действительно максимально оборудовано как надо, как надо для мобильности 5.0. И, соответственно, то, что представлено внутри путевой структуры, это и есть то, что необходимо для построения на основе сети блокчейн, действительно сети нового поколения Transnet и оцифровки в виде Transnet Space. То есть Transnet – это единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, мобильное, социальное, сейчас мы даже закладываем финансовое сеть, то есть почему финансово-производственное можно добавить, сервисное обязательно нужно добавить, и на прошлых вебинарах мы об этом останавливались. И сегодня мы обсуждали, тоже вот буквально только просыпаемся, то есть это в 8 часов где-то, уже не то что проснулись, а в разъездах по делам, и у нас постоянно в виртуальном режиме происходят планерки, переписки. Сегодня я видел первый прототип такой вот нашего, уже могу сказать, такого штатного дизайнера, то есть тот, кто занимается дизайном сайта, оформлением личных кабинетов. Это не те личные кабинеты, которые вот сейчас у нас, это личные кабинеты для регистрации в систему блокчейн, то есть это раз и на всю жизнь. То есть нужно будет сохранить все ключи, всю информацию, всю сводку, как говорится, потому что если ее потеряете, то восстановить невозможно. Там невозможно будет восстановить через восстановление пароля, через почту и так далее, потому что это блокчейн. И сегодня я был очень обрадован действительно тем чувством и осознанием, что действительно абсолютно погрузились все участники нашей команды. Были некие сомнения, что долгий процесс будет погружения, именно дизайнера, на котором лежит ответственность по всем процессам подготовки сайта и по подбору дополнительного персонала. Но я был удивлен, друзья, потому что это будет супер интуитивно понятный интерфейс даже ребенка. И не побоюсь этого слова, даже ребенку. И я не буду говорить никаких сроков, что до конца этого месяца. Если до конца этого месяца сайт будет запущен, то, естественно, 5 ноября, то есть, кстати, 4 ноября пройдет встреча в Екатеринбурге. Сейчас я найду сообщение от Руслана Багирова. Все екатеринбуржцы связывайтесь с Русланом, с Ольгой и с другими представителями. Они взяли, организовали, соответственно. И приходите, пообщаемся на все темы, что касается Skyway. Отвечу на все вопросы. И пятого уже будет презентация. Презентация в том числе именно крипто направления на основе технологии Skyway. И презентация платформы. Но это не то, что мы будем называть, допустим, название, название токена. Друзья, если будет запущен сайт, то все скажем. Если нет, то нет. Потому что мне многие сбрасывают информацию, что запустилось размещение некого Skyway коина. Это абсолютно не касается нас. Это очередной, я не знаю, скам проект, не скам проект. Может быть, и есть у них какая-то технология. Но абсолютно к нам не относятся. И тем более те показатели, что там все в минусах и падает. И небольшие объемы торгов. Друзья, это абсолютно не про нас. Потому что мы будем двигаться совершенно другими шагами. Совершенно другим маркетингом, пиаром. И сейчас, буквально недавно мы созванивались с нашими швейцарскими коллегами. Они очень сильно ждут нашей концепции на английском языке. Даже говорят, ну, подправьте то, что есть. Но это не в наших правилах. Именно вот как ученики Анатолия Эдуардовича, что не показывает дураку незаконченную работу. А швейцарцы далеко не подобные люди. Это профессионалы высокого уровня, мирового масштаба. Это одна из компаний, которая юридически упаковывает достаточно серьезные проекты. И никакие сомнительные проекты они просто не берут. Для чего им нужно посмотреть концепцию? Для того, чтобы понять, какую экономику токена мы заложили. И, соответственно, выстроить, как я называю, вот эту канатик натянуть между двумя небоскребами, чтобы пройтись по нему. И действительно соблюсти все меры регулирования, все моменты по поводу размещения, по поводу именно вот аккумулирования средств. А вот у нас, скорее всего, по ней вообще будут на некоторый период, на некоторые статьи затрат заморожены. То есть это также показательно, что действительно платформа ни от кого ничего не скрывает. Но будет и та часть затрат, которая с колес будет идти уже на инженерные разработки. Это что касается финансирования экотехнопарка в виде построения нового направления, которое мы закладываем, именно как такая вот концепция, которая была озвучена Анатолием Эдуардовичем еще в 2000-х годах. Это направление именно сервисной линии. То есть это еще меньшая линия вслед за легкой путевой структурой и вслед за юнибайком. То есть вы неоднократно видели, я думаю, все эти слайды. Сейчас вот я один, к сожалению, сегодня на вебинаре найду. Вот октябрь, вебинар. Нет, это не то. Вот настоящее, будущее и прошлое Skyway. То есть это действительно первый транспортный робот, на наш взгляд, который Анатолий Эдуардович. Вот это действительно фотография, которая показывает Анатолий Эдуардович таким вот присевшим на легкой путевой структуре, суперлегкой путевой структурой. То есть фактически это аналог сервисной линии, которую мы описывали на прошлых вебинарах. И с точки зрения маркетинга, это просто, я не побоюсь этого слова, бомбовая фотография. То есть сейчас фотографы снимают за большие деньги подобные фотографии. И тогда это просто случайная фотография. Ничего случайного в проекте Skyway, друзья, нет. И на тот момент чиновники того времени даже не представляли, какое направление было показано. То есть это были 2000-е годы, когда действительно Россия могла совершить прыжок и не зависеть сегодня от цен на нефть и действительно реализовывать сеть Transnet на территории всей страны. И тогда еще рассматривалась концепция, как перевозить чистую воду с озер в Москву. Ну, озера я имею в виду озерский район, то есть город озера, а не просто с озер. И, соответственно, действительно начать реализовывать на то еще время сервисное направление и сервисную линию. Но, как известно, действительно гениальные мысли, они на какой-то момент так вот законсервируются, но в нужный момент, когда появляются все средства для реализации, они снова распечатываются. И этот момент, друзья, настал. Это действительно наше приближение к созданию для проекта SkyWay, для технологии SkyWay, для построения сети Transnet, направления сети блокчейн. И это действительно позволяет говорить о том, что тогда декларировалось, что сейчас это действительно может реализовываться в полной мере. И к этому сейчас ведется подготовка. Мы можем сказать, что ZIL на тот момент являющийся прототипом в 2000-х годах именно струнной технологии, демонстрации силы и высокой технологичной устойчивости, действительно инженерных, очень скрупулезных расчетов путевой структуры, что Анатолий Эдуардович в доказательство стоял под путевой структурой, когда над ним перемещался многотонный ZIL. На тот момент это был прототип. Еще если в прошлом году и позапрошлом году мы называли это дедушкой, действительно, наших сегодняшних юнибайков, юникаров, юнибусов, юнитраков, то это вообще в таком, если широком смысле этого слова говорить, это дедушка всего Transnet. И также действительно дедушка и Transnet Space, оцифрованного пространства Transnet. И мы обязательно подумаем, как и в Transnet Space историю действительно так же вспомнить и каким образом в экономике токена использовать наш ZIL. То есть обязательно так же в виде маркетинга это сделаем. И, друзья, сейчас ведутся переговоры на первых стадиях тех изданий, тех знакомых, те, которые уже были задействованы при развитии не то, что непосредственно проекта Skyway, а личные знакомства участников команды и личные знакомства. И те люди, которые поддерживают непосредственно Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий является идейным главным вдохновителем этой всей системы, потому что еще в 89-м году было произведено детальное описание, что такое блокчейн на взгляд Анатолия Эдуардовича и что заключает с собой механизм консенсуса. То есть это действительно стоит дорогого. И многие, кто только погружался в проект Skyway, когда видели документ валютно-финансовые основы, и я рекомендую всем ознакомиться с этим документом, анализ основных аспектов валютно-финансовой системы объединенного мира, Экомир, прочитайте, и возможно сквозь абзацы вы увидите еще что-то новое. Но я когда в первый-второй раз прочитал, в первый раз я увидел определение блокчейн, на мой взгляд, уже во второй раз я увидел механизм консенсуса. Я перечитаю его еще ни один, ни два раза. То есть действительно это раскрывается каждый раз, что-то новое, когда изучаешь и смотришь этот документ. И сегодня, друзья, мы действительно можем говорить о мобильности 5.0. Что такое мобильность 5.0? Это объединение в едином цифровом пространстве всех транзакций, всех операций внутри единой оцифрованной сети на основе технологии блокчейн. Что касается, естественно, транспорта и всей прилегающей инфраструктуре. На сегодняшний день современным видом транспорта об этом останется только мечтать. Каким образом вы видите именно синхронизацию реальной цифровой экономики, например, в железнодорожном направлении, каким образом вы можете увидеть синхронизацию реальной цифровой экономики, например, в связке беспилотных даже автомобилей. Это очень сложно сделать, это либо невозможно сделать, либо супер дорого. И сейчас действительно та технология, которая будет находиться одновременно с платформой запуска технологии блокчейн для этой технологии и не запоздает, не убежит вперед именно то или другое направление. Действительно, те технологии вырвутся вперед. И это еще один аргумент, почему мы действительно сейчас не то что имеем право, имеем все основания обогнать всех и навсегда и действительно совершить огромный рывок, такой квантовый скачок в развитии технологии Skyway. И обязательно, я думаю, что и российские адресные проекты, если говорить в особенности, это грузовое направление. То есть представьте тот гигапроект именно по перевозке пищевого льда, чистой питьевой воды из озера Байкал, из озера Таймыр. И что это будут максимально достоверные сведения, что была взята вода только из Байкала. Можно проследить всю цепочку транзакций, можно проследить действительно, откуда была вода вывезена, получен ли именно токен так называемой аккредитации, то есть именно подтверждение квалификации той организации либо того частного лица, который участвует в операциях и действиях внутри сети. То есть, как говорится, враг тут абсолютно не пройдет и не будет такого, что где-то на какой-то водокачке эта вода была набрана и кто-то как-то встроился в сети и начинает продавать эту воду абсолютно не по правилам. Такого, друзья, просто невозможно будет. И если будут замечены такие нарушения, то такие игроки будут, возможно, при серьезных нарушениях навсегда исключены из именно оцифрованного пространства Transnet. И, друзья, действительно, сейчас закладывается та новая будущая мировая экономика, которая абсолютно невозможна без технологии SkyWay. И мы приведем, действительно, доказательства, то, что никакая технология, как SkyWay, не может рождать, действительно, такое направление оцифровки целого спектра адресных проектов. То есть, будущее покажет, будут ли это единицы, потом десятки оцифрованных адресных проектов, либо же сразу начнутся в комплексе оцифровываться эти адресные проекты. Естественно, мы будем согласовывать и лично с Анатолием Эдуардовичем ту цифровую экономику. И вот Леонид также активно подключился, потому что здесь нужны спецы, которые обладают знаниями мат-анализа, знанием экономической части, знанием именно крипто-направления, криптографии и пониманием действительно вот некой теории игр. А что теоретически произойдет с адресным проектом, если будет действительно такая экономика? Какая задача основная у цифровой экономики стоит? И зачем это действительно происходит? Для того, чтобы максимально ускорить так называемый Return of Investment, то есть ROI, в простонародье говоря, возврат инвестиций и для того, чтобы нашим инвесторам потенциальным говорить, что вы сегодня инвестируете посредством размещения ТЖЕ того или иного адресного проекта не просто в адресный проект, но и в цифровую экономику этого адресного проекта, которая синхронизирована с реальной экономикой. Это действительно будет прорыв. Многие потенциальные крупные инфраструктурные деятели ожидают, когда мы все упакуем и подготовим, но мы не будем показывать работу ни по сайту, ни по концепции, пока, на наш взгляд, она не будет для демонстрации на общей массе максимально подготовлена. То есть это я могу сказать точно. И, соответственно, будет закладываться изначально прибыль. Прибыль, то есть это первая окупаемость от прохождения тех циклов, когда уже на проектную мощность выходит сам адресный проект. И сегодня, если смотреть на те размещения, которые я вижу, которые я наблюдаю, кстати, подключайтесь, друзья, те, кто просто, допустим, мониторит и смотрит новости именно касаемо нашего направления в криптомире, потому что я могу сказать, что сейчас вот чисто физически у меня времени вообще не хватает для того, чтобы мониторить. Хотя я с удовольствием вообще с 2014 года промониторил бы все сведения, но сейчас даже в крайние месяца я просто, я даже вот о появлении Bitcoin Gold тоже такое интересное достаточно направление, скажу свое мнение и по сравнению с тем, что мы делаем и что сейчас я увидел и в плане биткоина. То есть докинет меня камень тот, кто считает меня неправым в мире именно криптоэнтузиастов, но я не являюсь криптофанатом, я действительно вот с такой вот холодной точки зрения оцениваю и именно в применении к нашей платформе, потому что на самом деле если не наша платформа, то я уж и не знаю, что может действительно протянуть руку помощи криптоэкономике и соответственно реальной экономике тоже протянуть мостик криптоэкономике и соединить два этих мощных перспективнейших направления и вывести действительно инфраструктурные проекты и человечество вообще на новый уровень развития. Вот я начал говорить, пишите, скорее всего лучше нас искать в социальных сетях, потому что сейчас абсолютно загружены скайпы и вот я сейчас сброшу еще раз информацию. Сразу не добавим, естественно, в социальные сети, потому что просто очень много добавлений, но кто действительно считает стоящим донести информацию, пишите, посмотрим и в особенности новости, которые теоретически могут быть интересны для нашего крипто направления, потому что сейчас я могу сказать, что действительно ведется уже такая подготовительная работа и у нас несколько запаздывает именно дизайн сайта, представление сайта и опережает события именно система блокчейн, поднятие нашего собственного уже целевого блокчейна на основе BitShares. И я неоднократно получал приглашение и так далее от некоторых наших партнеров, достаточно много партнеров, я не буду называть имя этого проекта, но этот проект, так скажем, сейчас предпринял попытки развития своего направления через партнерскую программу, благодарим за это, понаблюдаем, посмотрим, потому что ванкойновские деятели, которые готовы инвестировать в токен под рабочим названием Skyway Coin, естественно это будет называться не Skyway Coin, хоть вы заделываете, действительно много-много Skyway Coin сделаете, у нас будет токен и платформа называться совершенно иным образом, поэтому мы не будем оглашать действительно и название токена, и название платформы, потому что сразу наделают скамов, а врагов, к сожалению, либо к счастью, у нас уже формируется достаточное количество. И, соответственно, друзья, как только уже будет подготовлен сайт, мы объявим такую вот регистрацию, скорее всего, будет именно возможность зарегистрироваться и получить в будущем, ну, мы так называем, приветственный напиток, то есть это либо квас, либо Coca-Cola, либо кофе, я утрированно говорю аналогиями, то есть в будущем это можно будет обменять на некоторую часть токена. Мы не будем раздавать просто так токены, как делают некоторые компании по 50, по 100 штук токенов. Друзья, это не экономика токена, это несколько другая абсолютная итерация, и если вы что-то раздаете, и если зарегистрируется 1000, 2000, в нашем случае 100, 200, 500 тысяч, миллион пользователей, то умножьте на 50, и подумайте, какую вам сумму придется действительно подкрепить реальной экономикой, так же, как действуют сейчас, на мой взгляд, такие проекты, как Swisscoin, такие проекты, как OneCoin, и если вдруг OneCoin действительно оправдает ожидания тех, кто в них верит, и они выйдут на биржу, то мы обязательно пообщаемся, и можно будет, возможно, через какое-то направление войти в наш токен, то есть приобрести наш токен. Пока что это можно будет делать либо за традиционные криптовалюты, сейчас фиатные шлюзы, максимально также прорабатываем, подготавливаем. Если будет такая возможность, обязательно введем, либо заведем свой обменник, чтобы максимально удобно, и, так скажем, многие боятся просто совершать операции через обменник, то что скрывать, я сам такой, лучше пользоваться нашим родным обменником и быть уверенным, что операция произойдет, и никто никого не обманет. То есть такие решения сейчас тоже прорабатываются. И можно ли будет заходить через, вот так же и у таких вот коллег по Азии, почему коллег, ну, тоже неким таким вот крипто направлением занимаются, но именно с построением через партнерскую сеть. То есть посмотрим, можно ли будет через эти токены заходить в наш токен. То есть если, как говорится, эта монета легитимна, подкреплена реальной экономикой, именно вот криптоэкономикой, то добро пожаловать, мы всегда рады абсолютно сотрудничать. Но что я могу сказать, ванкойновские лидеры очень просят сделать хотя бы двухуровневую, максимум даже трехуровневую партнерская программа, им будет интересно. И, друзья, сейчас все прорабатываем. Но что я могу сказать, даже партнерская программа внутри платформы и как может быть именно по-другому внутри платформы для Skyway, она будет также построена на блокчейне. И, насколько я знаю, я не видел сегодня именно партнерской программы, построенной на блокчейне. Механика вся, она создана, причем она также прорабатывалась именно методом итерации, расчетов и, соответственно, таких вот теорий игр, именно манипуляций. Мы пришли к выводу, что действительно реферальную программу, партнерскую программу обратным ходом можно построить на блокчейне. Это что касается оцифровки, теоретической обязательств, которой, естественно, решение мы механику сейчас всю продумали. И многое зависит от юристов, от именно вердиктов наших швейцарских коллег, что они скажут по поводу именно переноса обязательств и обмена их на токен. Это, так скажем, будет положительное утверждение, с удовольствием обязательно сделаем. И что очень хотелось бы отметить, также немаловажно, друзья, но это какое-то проведение, действительно совпадение. Вы не представляете, один из SEO, именно направление по пиару и наших швейцарских коллег-юристов. То есть мы будем работать в одной связке. Проживает он в Новой Зеландии, часто разъезжает по Европе. И он разговаривает на русском. То есть представьте, он разговаривает не на нидерландском, он разговаривает не на китайском, он свободно разговаривает на английском, на французском и на русском. То есть это действительно такой подарок судьбы. Я больше чем уверен, что мы с этими партнерами будем сотрудничать, и это совпадение также абсолютно не случайно. Ну и, друзья, я хотел бы также остановиться более так вот серьезно еще раз на направлении именно Sky Service. Что это такое? То есть многие сейчас только присоединились и вот то, что вы видите на экране, это именно вот мини-скай-бот. Почему бот? Потому что боты, это именно такие вот информационные существа, которые обладают разумом, в нашем случае машинным обучением, машинным зрением. И сейчас вот это направление, оно действительно обгоняет на порядке многие и беспилотные автомобили, то, что сейчас происходит в недрах КБ систем автоматизированного управления. И как только это будет наслоено именно на технологию распределенного реестра блокчейна, это действительно получится такое очень серьезное ноу-хау. И я всегда привожу очень простой пример, причем я также обкатал его на наших швейцарских коллегах. После этого они сказали, что ждем вашу бумагу, и как только на английском будет, сразу сбрасывайте. Представьте, что возле вас вот окно, которое наверняка находится в каждой комнате, это такая вот прозрачная либо полупрозрачная стена, которой подходит, соответственно, суперлегкая путевая структура, которую мы называем SkyFiber, то есть это именно такая умная нить, и это действительно такая очень мощная и в плане транзакции, и в плане операции по оказанию любого спектра сервиса и услуг, умная нить, которая подводит Transnet Space в полной мере действительно каждому дому, независимо от того, как далеко путевая структура, легкая и более такая совмещенная, допустим, с городской, городская пассажирская, с высокоскоростной, ну, вы понимаете, о чем я говорю, то есть именно следующее за легкой путевой структурой становилось, допустим, ну, в 100 метрах либо вообще в километре, вот SkyFiber может подойти к каждому дому, как сегодня, действительно, в каждую деревню проник интернет и во многих деревнях мы сейчас видим интернет на высоких скоростях. Этого никто никогда не мог представить, к примеру, 8 лет назад. И замечательная дискуссия, беседа одного из основателей Apple была с одним из ведущих на центральных телеканалах, именно вот они общались об интернете, о смартфонах и, друзья, сейчас, вот как и позиционировали и декларировали футурологи, что так, обмен лиск предусмотрен. Ну да, к лиску сейчас интерес имеется, то есть, скорее всего, мы включим все легитимные, чем-то подкрепленные, обоснованные криптовалюты, на которые можно сделать шлюз, то есть через API, так скажем. Друзья, это точно будет сделано, то есть поверьте мне на слово, что техническая часть у нас с учетом того, что СТО, именно вот технический лидер Константин у нас с 20-летним стаже в IT и фактически с самого начала он наблюдает именно в качестве не инвестора, а в качестве такого криптоэнтузиаста, технического гика за развитием криптотехнологии все будет сделано на высшем уровне. И вот продолжим от SkyFiber. Соответственно, представьте, вот не судите меня строго за такие примеры, такие вот твердолобые может быть аналоги, но аналоги простые, они должны быть максимально простыми. То есть, вот кто-то даже отметил, когда мы говорили про именно вот концепцию мира интернет-вещей, что я сижу, допустим, в кресле и хочу заварить кофе, что там дроны летают, по идее должны летать и заваривать кофе, кто-то говорил, что опустимся до деградации и так далее. Друзья, никто не опустится до деградации, кто не хочет опуститься до деградации, потому что наоборот освободится время, которое мы будем тратить на семью, на обучение, на путешествие, на проживание нашей жизни и дыхание действительно полной грудью воздуха, который будет сохранен и очищен, действительно восстановлен с помощью направлений технологии Skyway. И, соответственно, аналогия, друзья, что такое SkyService? Вот просто, чтобы объяснить для тех, кто не понимает. Представьте, я вот сейчас веду вебинары и очень сильно вспотел, не побоюсь этого слова. Соответственно, потом, после вебинара, как полагается, мне нужно бросить стирку, то есть, это нужно еще дождаться, когда там скопится определенное количество белья, нужного света, то есть, это нужно, чтобы ничего не полиняло и так далее. И, соответственно, потом, самое нелюбимое направление и то, что не любят делать ни женщины, ни мужчины, никто не может с этим поспорить. Если кто-то любит гладить, поставьте плюсик. Возможно, как бы этот человек действительно уникум. И потом это нужно все погладить. Так вот, я снимаю эту рубашку, я просто набираю на своем мобильном телефоне, что мне должен подойти. Это все люди, которые любят гладить. Ну, Сергей, Ирина, Юрий, Виктор, вы действительно уникумы и, возможно, вы будете предоставлять эти услуги с помощью Sky Service. мы к вам будем обращаться, чтобы вы погладили нашу одежду. И за это вы будете вознаграждаться системой, сетью в качестве реальных токенов, которые уже будут иметь реальную стоимость в актуальной на тот момент денежной единице, будь то доллар, либо другая какая-то именно основная валюта. то есть то, что будет на тот момент. И, соответственно, я набираю на мобильном телефоне, что мне нужно постирать и погладить. Я снимаю эту рубашку, кладу в этот автоматизированный ящик, который ко мне подъехал вот на буквально умной нити Sky Fiber по 1-2 сантиметра в диаметре, кладу туда и отправляю. Зная точно, что это будет доставлено именно в центр стирки, глажки, химчистки белья и будет возвращено в строго определенное время, потому что человек за это будет получать вознаграждение сетью. То есть, это вообще логика того, действительно, такого гениального изобретения Дэниела Ларимера. Знакомьтесь с его трудами и мы будем действительно останавливаться на некоторых его изобретениях в мире криптоэкономики. Это действительно вознаграждение не за проделанную работу, а вознаграждение именно физическую, как майнинг сегодня совершается, а вознаграждение за полезную проделанную работу. То есть, это алгоритм и протокол вычисления Delegated Proof of Stake. То есть, вот именно на основе этого протокола будет происходить наш блокчейн. Майнинга традиционного не будет. То есть, оставим это как раз тем проектам, которые буквально через несколько дней запустятся через партнерскую программу. Посмотрим, как они будут развиваться. Дай бог им удачи, но это будет для нас конкретный показатель. Также перевеса, либо наоборот недовеса в сторону использования или не использования партнерской программы. Потому что, не хотелось бы, чтобы нам сравнивали с каким-то MLM проектов и много MLM проектов типа подкрепленных вот таким вот образом, подчеркиваю слово типа криптоэкономикой, криптовалютой и паразитирующим на росте биткоина. То есть, таких проектов развелось очень много. Но мне искренне достаточно интересно посмотреть, как партнерская программа либо подтолкнет, либо наоборот затормозит развитие того проекта, который буквально через несколько дней будет запускаться. Кстати, они позиционируют 20 тысяч транзакций в секунду, друзья, до 100 тысяч транзакций на том решении, которое мы будем использовать, уже было достигнуто. И нам понятно, куда мы будем мигрировать с BitShares и также предварительные переговоры для того, чтобы уже достигать более 100 тысяч транзакций в секунду. А представьте, какой объем и поток транзакций будет осуществляться, если даже направление TransService, я уже не говорю о всех SkyService, извиняюсь, но TransService, SkyService это одно и то же, друзья, потому что TransService это в логике построения TransNet, SkyService это в логике построения SkyWay. То есть и SkyWay и TransNet это такие вот обоюдные составляющие. и действительно без технологии SkyWay невозможно построение сети TransNet. Без сети TransNet невозможно создание следующим за миром интернет-вещей и в будущем на наш взгляд не то что поглощающим, постепенно всасывающим мир интернет-вещей в TransNet Space и без TransNet Space соответственно невозможно понятие мобильности 5.0 то есть это та цепочка которая действительно сейчас находится на острие технологии и когда мы видим попытки запуска и я вот видел попытки запуска таких вот очень серьезных мессенджеров где просто десятки миллионов людей в этом мессенджере и наблюдая за стоимостью токена ну что-то наверное не доработано в этой экономике экономика не продумано потому что не в количестве людей дело естественно сообщество это в первую очередь играет роль для маркетинга но если что-то декларируется и не делается то здесь поверьте мне правила намного более жесткие чем в венчурном направлении потому что цена токена будет немалимо валиться вниз поэтому в дорожной карте поэтому в технических поспектах моментах создания нашего блокчейн мы все максимально продумываем чтобы избежать таких направлений чтобы так называемые киты вайлз если говорить по-английски скупали наш токен потому что они видят перспективу они видят договоренности как мы позиционируем в первые разы это уже будет начинаться с договоренностями с договоренностями с первыми лиц государства именно по созданию оцифрованных адресных проектов и сейчас потенциально даже опять же так подарок судьбы приятное совпадение вслед за тем что Аарон говорит на русском и ладно что он говорит на русском мог и не говорить даже на русском но то что он понимает русский это действительно подарок судьбы и сейчас прорабатывается концепт именно в одном швейцарских кантонов для реализации туристического направления а туристическое направление как вы понимаете без sky сервиса оно будет не иметь ту максимальную капитализацию которая возможно при именно синхронизации и совмещении и в чем фишка sky сервис друзья то есть многие спрашивают и задают вопрос зачем и да теоретически это применимо но это будет удорожать проект каким образом вот это вот направление будет удорожать проект это что супер массивные высотные здания анкерные опоры это что какой-то новый вид путевой структуры это супер легкая действительно путевая структура являющаяся sky fiber 1-2 сантиметра повторюсь в диаметре и соответственно не удорожающего абсолютно проекта но даже удешевляющим в некотором плане так как это повышает скорость возврата инвестиций а для инвесторов которые инвестируют в крупные инфраструктурные проекты поверьте так же как сегодня такая вот поговорка существует любой банкир любой спекулянт все что угодно продаст за 5-7 процентов годовых ну я не говорю уж 10-ти процентов годовых то любой инфраструктурный деятель и руководитель управляющей компании потенциальной на все угодно уступки пойдет как только он понимает что проект окупается не за 7 лет например а за 2 года и то что действительно размещение происходит с учетом первоначальной прибыли и да мы сейчас говорим о том что мы будем ставить определенную именно планку капитализации и в голове такая достаточно серьезная сумма с учетом подготовки с учетом тех совпадений которые происходят с учетом той проработки которая сейчас прорабатывается и экономика токена действительно научная работа это действительно очень серьезная и мы разместим целое видео с демонстрацией объяснения диаграмм помимо размещения в концепции которая вырастет в белую бумагу ну я могу сказать что дополнение именно по детальному описанию экономики токена это примерно 9-10 страниц и это целевое действительно направление будущей белой бумаги но оно невозможно без одного но и это сейчас ближайшее время мы будем прорабатывать друзья это цикл и это действительно логика всех технологических укладов которые сейчас прошло человечество то есть это первый это второй это третий четвертый пятый и подход уже к шестому технологическому укладу шестой технологический уклад на наш взгляд невозможен без понятия мобильности 5.0 и только при синхронизации в реальных серьезных глобальных масштабных инфраструктурных и транспортных проектах возможен переход на шестой технологический уклад в плане транспорта и инфраструктуры и если вдруг будут какие-то коллапсовые колебания как кстати это может теоретически произойти и с рынком криптовалют я чуть-чуть вас попугаю обязательно в конце вебинара это мое личное мнение и я сам пугаюсь от таких суждений в конце вебинара обязательно услышите мое мнение о том что сейчас происходит с биткоином со всей криптоэкономикой и соответственно если будут какие-то действительно кризисы сформированные при взрыве этого мыльного пузыря в эпоху доткомов то есть точка ком от этого следует название то должно что-то не просто появиться уже развиваться во всю что позволит вывести мировую экономику из новой депрессии в которую она обязательно скорее всего впадет потому что рухнет буквально за неделю при таких прогнозах и событиях которые теоретически могут быть как технический дефолт доллара допустим как разделение евросоюза и об этом некоторые эксперты сейчас говорят сразу за неделю сложится буквально несколько десятков экономик стран третьего мира и потом соответственно более серьезные это как эффект домино это как голландский сидром который также кто разбирается мировой экономике тоже как эффект домино и сильнейшие мировые экономики потянул за собой и должно быть не просто тихая гавань допустим крипто направление должна быть синхронизация с реальной экономикой не в плане построения IT процессов умных контрактов которые сейчас порождаются не в плане скорости транзакций друзья а в плане того что мы создаем действительно что-то новое на основе существующего прорывного инженерного решения и только вот эта синергия она сможет дать покумулятивный экономический эффект и вывести действительно из потенциального глобального экономического кризиса что мы видим сейчас друзья мы пережили именно кто криптоэнтузиаст то есть в августе вы видели первый форк биткоина появился биткоин кэш и буквально вот 20 с 23 на 24 октября тот кто держал биткоины какое-то количество которое биржа рассчитывает достаточным для начисления биткоин голд вчера пережил второй форк что происходит это глобально это очень крутой я бы сказал маркетинг и скорее всего на мой взгляд нет никаких конфликтов между майнинговыми пулами то есть это именно спекуляция для того что биткоин рос и посмотрите на коррекцию которая произошла то есть вот я даже сейчас не поленюсь и coinmarket cup .com зайду на сайт и вижу что что буквально с 6 тысяч более 6 тысяч стоил биткоин несколько лет назад посмотрите сколько он сейчас стоит и также мои коллеги прогнозируют сейчас на полторы на две тысячи коррекцию я не удивлюсь если будет третий форк и как раз таки вот то что люди в надежде получить на халяву очередную монетку покупали биткоин то есть вот представьте что к примеру какая-то компания к примеру там я не знаю высокотехнологичная компания любая сказала что приобретите наши токены и вы получите еще 10 токенов в подарок например то есть это воздух ничем не подкрепленный каждое действие и в цифровой экономике оно должно быть подкреплено то есть просто математика друзья просто математика посчитайте 14 может быть чуть больше 14 миллионов долларов миллионов коинов сейчас это оборот биткоинов всего 21 миллион еще один биткоин всем был выписан в плане форка будь то это биткоин кэш то есть это еще раз получается примерно 14 миллионов не примерно 14 миллионов коинов и с учетом такого среднего курса это примерно 9 и 8 миллиардов долларов просто были выпущены как воздух напечатаны то есть фактически после форка были напечатаны если все хорошо и появляются действительно компании которые будут оцифровывать реальную экономику и синхронизировать цифровое все это будет обеспечено все будет хорошо но когда таких платформ которые мы кстати говоря и собираемся запускать именно для технологий skyway и на основе технологий skyway когда такие платформы не появляются то это что-то похоже уже на такое я не люблю слово мыльный пузырь касаемо криптоэкономики но скажем очень осторожно не обеспеченные в плане разделения после форка новые монеты которые стоят начали стоить спроса с перепугу например как bitcoin gold начал стоить 750 потом он напал до 150 сейчас если честно не знаю сколько он стоит но скорее всего будет снова падать и люди криптоэнтузиасты даже кто не разбирается в криптоэкономике в реальной экономике всегда меня за это юлит Сергей Анатольевич то что у нас с ним такие вот бойни настоящие в плане когда мы синхронизируем с нашими остальными коллегами реальную цифровую экономику то есть всегда тут есть непонимание у экспертов реальной экономики того что предлагают криптоэнтузиасты и те кто занимается цифровой экономикой соответственно у цифровой экономики не всегда понимание но буквально я могу сказать что у нас сейчас полное понимание и мы в плане неокро дадим в какой-нибудь экономический институт пусть посмотрят пусть зададут вопросы возможно будет какая-то корректировка но в любом случае друзья это фреймворк так называемый то есть это прототип это наше предположение как должна работать цифровая экономика и мы будем согласовывать уже с управляющими компаниями и с теми коллегами по цеху на которых мы будем мигрировать в плане технологического решения которое позволит достичь до триллиона вообще транзакций в секунду как они декларируют уже максимальное погружение и отработки всех возможных последствий для того или нового внедрения в цифровую экономику поэтому друзья я могу сказать что это действительно волны криптомир это волны сегодня вы можете заработать завтра вы можете потерять и лучшее время для инвестиций в плане и приобретения в будущем когда будет настроено и создано решение в плане в первую очередь юридической безопасности обмена обязательств головной компании Skyway на токены нашей будущей платформы и вообще я могу сказать что это достаточно устойчивый рынок который консервативный но он существует 300-400 лет уже и всех переживет это рынок именно реальной экономики рынок который 76 и 5 триллионов долларов сейчас существует рынок акций и пускай не сразу так стремительно как развиваются токены вырастут в цене наши будущие акции может быть и сразу вырастут с обилием тех адресных проектов которые буквально сетью будут входить в мировые масс-медиа и действительно заинтересовать все больше и больше количество первых лиц государств но друзья это все-таки консерватизм и это максимальная в некоторой степени безопасности поэтому максимально я вас призываю к тому что используйте эту информацию те кто уже в проекте Skyway для привлечения и внимания и интереса тех людей которые возможно заинтересованы IT-индустрией цифровой экономикой может быть они крупные инвесторы сейчас думают на хайпе на такое слово именно всеобщее такое внимание эффект стадо эффект толпы ну извините когда такое такое сообщество как МДК кто знает тот поймет планирует запускать ICO тут уже у меня просто слов нет друзья потому что действительно это всеобщее внимание и всеобщий ажиотаж но многое то что сейчас происходит на рынке ICO я не люблю это слово это схлопнется это лопнет как мыльный пузырь все что не обеспечено реальной экономикой не синхронизировано с реальными ноу-хау которые имеют ценность если говорить не про реальную экономику хотя бы IT-индустрия это сейчас мы видим на курсе ведущих криптовалют которые почему-то не сильно растут и мы будем видеть очень серьезные коррекции поэтому друзья в очень интересное время мы живем и будем выводить нашу платформу когда уже не просто так заинтересовать криптоинвестора криптоэнтузиаста это основной рынок на который мы ориентируемся но друзья мы постараемся но что я могу сказать лучше инвестиции на сегодняшний день это действительно только инвестиции в технологии Skyway и кто желает подождать допустим крайних окон и инвестировать в токен ожидайте то есть это никак не возбраняется но неизвестно какой этап будет у технологии Skyway уже на тот момент можно и опоздать как говорит всегда Виктор Бабурин часы тикают и с теми новостями которые действительно привезли после поездки в Австралию в Азию часы начали тикать еще быстрее я лично на акционы на бонусный счет продолжаю приобретать обязательства компании Skyway пускай это сейчас не является акциями есть юридические некоторые особенности но друзья даже занимаясь направлением в качестве одних из главных действующих лиц мы с Сергеем Анатольевичем мы делаем ставку в первую очередь именно на приобретение здесь и сейчас актива то есть токены да могут дать большую капитализацию но это и максимальный риск это фактически уже как венчур венчуре поэтому друзья строй Skyway спасай планету дать дорогу мир транснету без транснета транснет спейс невозможен именно вот следующие за интернет вещей и мы должны объединиться почему должны потому что ну фактически уже очень много вещей пагубно влияет на экологию на изменение климата поэтому мы должны нам не следует а мы просто обязаны до скорых встреч друзья обязательно появятся тезисы после этого вебинара кем вебинара не следует для до скорых войны на изменение до скорых до скорых Продолжение следует...